Ух, казалось, наших водителей уже пробками не удивишь, но сегодня Коплова, мне кажется, побила очередной свой рекорд. Машины здесь на улице просто колом стояли и с места не трогались, ну, наверное, по несколько минут. Вот очевидцы снимали видео, специально засекали, давайте это посмотрим. Давайте засечем, сколько эти люди не двигаются с места. Вот 91-й. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Можно, наверное, не продолжать? Он уже тут стоит где-то минуты две и никуда не собирается ехать. Все люди, вот кто на работу должен был пойти, там они и сидят внутри. Люди говорят, стоит не только Копылова, стоит Киренского, Академгородок, Бабушкино. А все начинается, собственно, с Курчатова. Вы представляете, как здесь все замкнулось? Очень долго. Ну и как? Да ужасно, еще в русской машине, это вообще просто полный пипец. Скажите, долго стояли, нет? Час. Час целые ехали? Еду час. Вот 12 километров до работы уже час еду. Эти уроды, которые начальники, строители и прочие, ночью делать надо. Нет, делают сейчас. Ну, просто уроды. Ну, что могу сказать, люди действительно правы, здесь ведутся строительные дорожные работы. Посмотрите, вот, пожалуйста, рабочие закатывают новенький асфальт. Ну, хотя что-то мне подсказывает, что должны они это были сделать до 9 часов утра. В 10 часа вы до сих пор работаете? Вы же утром не должны работать. Ну, надо заканчивать, конечно. Заканчивать надо. Просто не закончили? Не закончили, да, надо заканчивать. Ну, смотрите, а вы видите, что пробка по вашей вине в том числе? Нет. Ничего не могу сказать. С дорожников, конечно, ответственности никто не снимает. Они тоже виноваты. Но нужно отдать должное, что сегодня здесь, на Копылова, не работает светофор. Вы понимаете, все одно на другое наложилось. Мне непонятен только один вопрос, почему до сих пор здесь нет госавтоинспектора, который бы разрулил ситуацию. Продолжение следует...